Открыло совместное заседание Совета Союза Дмитровской торгово-промышленной палаты директора филиала номер 26 Фонда социального страхования России Татьяна Щербакова. Она рассказала об организации в Дмитровском округе работы с электронными листами нетрудоспособности. Этот документ введен в 2017 году федеральным законом для упрощения его выдачи. Отныне работнику достаточно сообщить работодателю 12-значный номер электронного листа нетрудоспособности из личного кабинета Фонда социального страхования. Документ оформляется на основе СНИЛС-работника с его письменного согласия. Татьяна Щербакова отметила, что в Дмитровском округе всего лишь 30% страхователей принимают электронный больничный. По словам предпринимателей и руководителей компаний, проблема состоит в том, что не все организации готовы доплачивать за дополнительные модули программы 1С-бухгалтерия, которые позволяют работать с электронными листами нетрудоспособности. Суммы за дополнительные модули варьируются от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Татьяна Щербакова рекомендовала руководителям пользоваться бесплатным программным обеспечением для оформления электронных больничных листов, которые можно скачать на сайте Фонда социального страхования. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что человек не хочет. Я не хочу. Почему он не хочет брать электронные больничные? Это очень просто. Он боится своего работодателя. А работодатель? Мы с чем столкнулись? Кадровик. А я не буду. Бухгалтер. А я не хочу. У меня много работы. А бухгалтеру, чтобы ввести эту программу, что надо сделать? Организации, которые передают электронную отчетность, это Контр, это ТАКСКОМ, 1С, они уже разработали этот пункт. Для бухгалтера это очень удобно. Когда начинаешь бухгалтеру говорить, нет, не буду, я говорю, слушай, возьми телефон, позвони в конту специалисту, он себе подскажет. Не поверите. Когда в 2017 году это было введено, да, организации не были готовы. Медицинские учреждения, они начали готовить электронные подписи. В 2017 году у нас больничных не было. В 2018 году больницу уже начали выдавать электронные больничные. Мы столкнулись с тем, что теперь готовы предприятия. Далее выступила заместитель начальника Дмитровского филиала ФКУ УФСИН России Елена Журавлева. Ее доклад был посвящен отбыванию наказания осужденных на предприятиях Дмитровского округа. Таких осужденных, которым назначена исправительная работа, проходит в год в Дмитровском округе около 30 человек. В основном это злостные неплательщики алиментов. Елена Журавлева попросила предпринимателей и руководителей компаний сформировать список организаций, которые готовы предоставить вакантные рабочие места для осужденных. Председатель совета директоров Игорь Макаров отметил, что большинство осужденных демотивированы к работе. Как правило, им предоставляется неквалифицированная работа, которую они не желают исполнять. Единственный выход – увольнение таких работников. По большей части осужденных исправительной работа – это у нас лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов. То есть это не какие-то убийцы, рецидивисты и так далее. Все мы живем вокруг них. И больше скажу, что по учетам филиала проходят более тысячи осужденных. Это не только исправительная работа, все виды наказания. И немалая доля из них уже работает на ваших предприятиях. Ничего страшного вне фонда. Начальник Дмитровского управления Пенсионного фонда России Галина Жихарева рассказала о порядке перехода на электронные трудовые книжки и мерах безопасности при сохранении персональных данных. Далее с докладом о подготовке к проведению внеочередного девятого съезда Союза Дмитровской торгово-промышленной палаты выступил вице-президент Союза Андрей Метелица. Он сообщил предпринимателям, что принято решение о проведении съезда 23 декабря в 15.00 в Центральном дворце культуры Созвездия. К проведению мероприятия все готово, сформированы делегации депутатов. В заключение представитель Совета директоров Игорь Макаров поблагодарил директора Дмитровского завода МЖБК Игоря Терентьева за активное участие в благотворительной акции «Путевка в жизнь».